Депутаты Магаданской городской думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав областного центра. 7 декабря провели заседание депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Дополнили муниципальные правовые акты проектами, которые разработали в целях ликвидации ЧАЭС природного и техногенного характера. Кроме того, в уставе будет прописано право граждан выступать с инициативными проектами по вопросам местного значения. Например, благоустройство, строительство, коммунального хозяйства. Это должны быть граждане не моложе 16 лет, которые представляют группы не менее 10 человек. Такие проекты будут рассматривать в течение 30 дней. Акцию «Скажи коррупции нет» провели в областном центре Колымы. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, стражи порядка вручили водителям больше 30 информационных брошюр. В листовках информировали, как нужно вести себя, если вы подверглись вымогательствам. Также представитель общественного совета при УМВД Александр Мурлин вручил памятку о взаимодействии с инспектором ДПС. Госавтоинспекция напоминает, дача взятки должностному лицу карается законом. Госавтоинспекция Магаданской области призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и отказаться от дачи должностному лицу вознаграждения за избежание административной ответственности. Для профилактики коррупции в салонах патрульных автомобилей ДПС есть видеорегистраторы. Они фиксируют действия как снаружи, так и внутри. При оформлении материалов по факту правонарушения все процедуры сотрудники полиции осуществляют в зоне действия видеорегистратора. Наличие рециркуляторов воздуха, социальное дистанцирование и бутылированная вода. В Магадане провели рейд по спортивным объектам. Специалисты Комитета по физической культуре и спорту проверили, насколько сотрудники учреждений соблюдают предписание Роспотребнадзора. По словам экспертов, тренажеры должны обрабатывать каждые два часа дезинфицирующими средствами. Также должна быть установлена разметка для соблюдения дистанции в полтора метра. Кроме того, нельзя использовать кулеры, только бутылированную воду. Обязательно нужно проводить термометрию сотрудников и посетителей. Хочу сказать, что таких серьезных нарушений не было выявлено, но в некоторых объектах уже подстерлась разметка, допустим, где-то не всегда входящий фильтр людей осуществляется. Для этого проверки эти нужны, чтобы не расслаблялись, чтобы обеспечивали безопасность людям каждый день. Также не у всех ведется журнал дезинфекции. Мы на все это указываем, потому что наша роль в данном случае не карательная, закрывательная, а рекомендательная. Проводить рейды специалисты Комитета по физической культуре и спорту начали около месяца назад. За это время посетили 15 объектов. Эксперты контролируют не только соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, но и наличие упаковки и мест утилизации средств индивидуальной защиты. В конференц-зале спортивного комплекса «Металист» наградили добровольцев городского корпуса волонтеры Магадана. Подвели итоги конкурса «Волонтер года-2020». Международный день добровольцев ежегодно отмечают 5 декабря. Цель празднования – привлечь внимание общественности к добровольческой деятельности. Одной из награжденных стала организация «Нефиолетовое поколение». В 2020 году ей исполнилось 10 лет. В организацию входят ученики со 2-го по 11-й класса школы номер 20 поселка Сокол. В этом волонтерском движении 5 направлений. Это законы подросток, здоровый образ жизни, милосердие, творчество и, конечно же, экология. В этом году самые яркие были акции – это «Добрый праздник среди зимы». От всей души эти акции были предназначены для отделения ветерана Клымы, который находится на Снежке, и для ее клиентов. Мы готовили с ребятами концерт, привозили подарки, сделанные своими руками. И, конечно же, когда началась эпидемия, то наши ребята при поддержке депутатов областной и городской думы разносили подарки, разносили помощь нуждающимся. Это старшее поколение 65+. Также в школе 20 в сфере добровольчества работают и в начальных классах. По словам Светланы Шлычкиной, волонтер – это зов души. И для такого человека главное – милосердие, сострадание и сочувствие к тем людям, которым нужна помощь. Особенно это актуально в период пандемии. Именно волонтеры взяли на себя обязанность обеспечивать магаданцев продовольствием во время режима самоизоляции, отметил заместитель мэра Юрий Казетов. Сегодня мы можем сказать, что благодаря волонтерам мы прошли очень серьезный шаг. Когда только пандемия начиналась, ну и сейчас все продолжается. Люди старше 65-ти находились дома. Многие находились на карантине. И иногда просто некому было принести продукты, лекарства купить. И вот здесь как раз эту нишу заняло волонтерское движение. По словам Юрия Казетова, приятно, что в волонтерском движении активное участие принимает молодежь. Благодаря этому в будущем сформируется неравнодушное общество, где основной целью будет помощь другим. Всего в конкурсе рассмотрены 20 заявок от волонтеров и 15 от добровольческих организаций. Акцию памяти героев Советского Союза провели на центральной улице Магадана. Волонтеры столицы Колымы вручили жителям города памятные буклеты с именами героев Советского Союза. Такая акция проходит в Магадане уже четвертый год. Управление по делам молодежи и связи с общественностью мэрии города Магадана совместно с городским волонтерским корпусом «Волонтеры Магадана» проводят информационную акцию, посвященную Дню Героев Отечества на площади торгового центра «Восход» и на автобусной остановке проспект Ленина-3. Волонтеры раздадут более 450 буклетов, посвященных Дню Героев Отечества, с историями колымчан, удостойных звания Героя Советского Союза. Основная цель акции – сохранить память о Героях Отечества, отметили организаторы. Помнить надо об известных и неизвестных солдатах. Это и есть историческая миссия нынешнего поколения – долг перед потомками. Акция «Подарок ребенку» стартовала в преддверии Нового года. Ее организовали Магаданская общественная организация «Отряд поиск пропавших детей Магадан» и «Компания по продаже фейерверков Феникс». Такая акция проходит второй год. Сотрудники проводят ее для детей из неблагополучных семей. Любой житель Магадана может в ней поучаствовать. Для этого достаточно купить подарок ребенку и передать его в любую торговую точку Феникса. Находятся такие ларьки на территории многих торговых центров Магадана. Также сотрудники проведут для детей праздничное мероприятие. В прошлом году мы проводили подобную акцию для детей детского дома поселка Ола. В этом году мы проводим эту акцию для детей реабилитационного центра, находящегося на Оле, и его филиала, находящегося в городе Магадане. Детки написали письма. Мы поставим в ближайшие дни елочку с их письмами. На сегодня хотим сказать о том, что открываем начало акции для тех, кто желает подарить детям праздник. В этом реабилитационном центре находятся дети из очень трудных семей, отметила Юлия Домрина. Поэтому у специалистов Магаданской региональной общественной организации и компании «Феникс» возникло большое желание совместно провести акцию «Подарок ребенку» и сделать детям праздник. Продавцы торговых точек уже поставлены в известность и ждут подарки для детей от любого желающего жителя Магадана. Все детские презенты соберут из торговых точек «Феникса» и вручат детям на новогоднем празднике. Стартовал региональный конкурс творческих проектов «Моя семья – моя история». Проводит его Магаданская областная общественная организация «Молодежный патриотический клуб «Наследие» совместно с Магаданской областной организацией Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство». Мероприятие проходит при поддержке Министерства внутренней и информационной политики Магаданской области. Основная цель конкурса – изучение истории своей семьи, истории страны, сохранение памяти о подвигах и роли своих предков в истории Великой Отечественной войны. Для участия в мероприятии необходимо предоставить творческий мультимедийный проект. Он должен быть посвящен родственнику автора, содержать информацию о значимых страницах истории его семьи. Также конкурсант несет ответственность за подлинность его материалов. Мероприятие проводится в четырех возрастных категориях – 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 и 15-30 лет. Проводят его по четырем номинациям – семейная реликвия, семейная династия, личность в истории России. Работы принимаются с 16 ноября по 15 декабря 2020 года. Победителей объявят 28 декабря 2020 года. Все конкурсанты проекта получат сертификаты участника и ценные подарки. Для участия необходимо направить заявку, согласие на обработку персональных данных и сам творческий мультимедийный проект. Это видеоролик не более 10 минут или презентация с мультимедийными эффектами – не более 500 мегабайт. Все материалы направляются на электронный адрес наследиемагадан-собакаяндекс.ру. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте мэрии Магадана – магадангород.ру. Продолжение следует...